Вот за этой рекой там находится отстойник, так называемый. Именно там собираются жидкие отходы животноводства, говорят жители деревни Чершилы. По словам Рафика Мингазова, в этом году отстойник начали освобождать раньше. Он полный, видать. Уже полный, деваться некуда. Они специальную шлангу протянули, да, и вон туда поливали. Но так нельзя. Почему? Потому что поливать только надо летом. И то вот у них там есть специальный ладзабо, они смешивают 50 на 50 с водой. По словам мужчины, жидкие отходы оказались на сельхозполях из-за порванного шланга. Моща растекла, свежет. Дышать невозможно, конечно. Это видео снял житель деревни. Он, как и другие, переживает, чтобы нечистоты не попали в реку Буклы. В том году было очень много снега. У нас вот здесь все прямо было в снегу. Вообще не было воды. Стоки почти дошли до дома Гульнас-Галямовой. Вот сегодня утром приехала с работы. Полседьмого примерно я приезжаю утром. Воды было намного больше. Я не знаю, говорю же, может, из-за солнца. То, что вот напекает, намного меньше стало. Мы утром приехали, ну, вся дорога была в воде. Чтобы остановить жидкие отходы, сотрудники свинокомплекса соорудили земляные защитные барьеры, пояснили экологи. А специалисты Росприроднадзора отобрали пробы почвы и замерили площадь загрязнения. Рядом протекает река, поэтому вопрос держат на особом контроле. В течение нескольких дней экологи выезжали на место и мониторили ситуацию. 14 марта появилась информация, что защитные барьеры не выдержали. Факт сброса сточных вод подтвердился. Прошла она под дорогой. Кто-то вскрыл лоток, там находится выпуск. И в связи с этим все стоки прямиком пошли в реку. В водном объекте отобраны пробы, как в районе выпуска сточных вод, так и выше, и ниже реки Буклы. Экологи пояснили, что планируют взять еще две пробы воды. Работа по этому делу будет продолжена.